Привет, мои дорогие любители секонд-хенда! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Оксана, и я показываю свои покупки из секондов. Очень люблю заниматься поиском клада в секонд-хендах. Иногда и нахожу интересные вещи, показываю, конечно же, вам. Давайте приступим! И по традиции, мои дорогие, показ покупок я начинаю с обуви. Ту обувь, которую сегодня я вам покажу, я уже использовала в осенних аутфитах. Использовала в течение практически одного месяца. И покажу, в чем же я ходила в сухую, холодную пору осеннюю. Вот такие вот ботильоны. Покупала примерно в июле-июне. И с огромным удовольствием проносила я их сентябрь-август. И, в общем-то, конечно, чтобы перед тем, вернее, как убрать их в дальний угол, я решила все-таки вам их показать. Великолепнейшие ботильоны. Купила я их в новом состоянии. Были абсолютно новые. Очень красивый пудрово-телесный цвет. Пудрово-розовый такой оттенок. Камера очень хорошо передает цвет. Поэтому вы получаете полное впечатление по цветовой гамме от тех вещей, которые я вам показываю. Очень удобная нескользящая подошва. Проносила с огромным удовольствием. Она, к тому же, и мягкая, не деревянная. Есть вот такие змейки. По бокам открывается и это, и это. Как вам нравится, можно заходить в эту обувь. Вот такая вот компания, известная американская компания, да. И купила я их, цену сразу покажу. Еще не стерлась. Именно сама цена 7,99. 8 долларов стоили эти ботиночки. В общем, классно. Поносила с удовольствием. И, в общем-то, почему бы и нет практически за 8 долларов шикарнейшую обувь приобрести. Вполне реальная, разумная и приятная цена. Следующую пару обуви, которую я хочу показать вам, это обувь, вот такие вот макосины. Это натуральная кожа, плетеные макосины, кипельно-белого цвета. Тоже очень хорошая компания. Сейчас покажу. Не называю имя бренда, магазина, чтобы избежать ваших, так сказать, возмущений, поправок. Я знаю, всегда найдется тот, кто знает больше, чем я. Тот, кто владеет информацией лучше, чем я. Поэтому я к этому, во-первых, отношусь спокойно. Во-вторых, не буду провоцировать вас. Натуральная кожа. Очень мягкая обувь. Комфортная. Дышащая. И, конечно же, белая обувь. Всегда в тренде. Всегда актуальна. И, тем более, вот такие вот тапочки. Классные. Да, и они мне достались примерно за 3 доллара. Почему бы и нет. Очень мягкая стелька. Комфорт на ноге. В нашем возрасте, в зрелом возрасте, конечно, комфорт обуви, комфорт одежды стоит на первом месте. И те натуральные материалы, которые очень мягкие, очень комфортные. В общем-то, предпочтение всегда я отдаю им. К тому же, здесь вот по пяточке идет такая, как бы, смягчающая деталь. Я первый раз такое встречаю. В общем, классная обувка. К этой же категории относятся и следующая пара обуви, которые тоже я носила с удовольствием. Но это прям вот тапочки-тапочки. Вот тоже такие макосины. Сейчас подробно вам покажу. Это очень дорогая компания, американская Бобс. И, в общем-то, направлена на производство обуви для комфорта, для прогулок. Там, конечно, есть у них линейка и обуви на каблуках. Но основной ассортимент именно состоит из такого плана обуви. Прошитые, комфортные, удобные. Под джинсы классно смотрятся. Ношу с удовольствием. Также можно фиксировать и ширину нижней части, чтобы пяточка не выскакивала. В общем, удобнейшие, мягчайшие. Очень мне нравится. И, конечно, выручает вот такая обувь. Она и не спортивная, и одновременно очень удобная и комфортная. Достались они мне тоже в районе 4 долларов. Так вот подошва выглядит. Кто еще не знаком с этой компанией, зайдите на сайт. Посмотрите, ценовая категория там тоже не из дешевых. И есть, конечно, разные цены. Но вот эти вот тоже не дешевенькие, такие удобные, классные. Почему бы и не купить такую обувь? И, мои дорогие, давайте постепенно переходим от обуви к аксессуарам и к одежде. И, конечно, покажу сумки. Видео сегодня будет интересно. Так что наберитесь терпения и давайте продолжим. И следующий аксессуар, который хочу вам показать. И уж 100% уверена, что подобные аксессуары в летнее время стоили бы дороже, чем по прошествии, так сказать, сезона. Вот эту шляпу я купила в прошлые выходные. Я думаю, что вы узнали вот этот вот принт, узнали вот эти вот горошики. Конечно же, ну ладно, не буду вас долго томить. Это шляпа в стиле фильма «Красотка», где Джулия Робертс и Ричард Гир на скачках. И она вот в такой шляпе и в платье коктейльном тоже с таким гороховым принтом. Коричневый фон и белые горошины. Кто, возможно, вспомнил, поздравляю. Это вот шляпа классная. Летом, конечно, когда я искала вот такую шляпу, я не находила что-то подобного, вообще не встречалось. В обычных магазинах мы заходили, шляпы эти стоят очень дорого, натуральная соломка. И женские шляпы почему-то дороже, чем мужские. Тоже такая вот классная вещица. Можно как и с джинсами, с футболками надевать все подобные предметы. Да, это, конечно, защищает от солнца в первую очередь. И дает такой немножко игривый, что ли, образ. Да, сейчас покажу, как. Это хороший магазин. Мы заезжали, смотрели в магазине, вот эти вот шляпы стоят от 100 долларов и выше. Вот так вот. А досталась она мне примерно за доллара два, не больше. И давайте покажу сумки, которые сегодня я приготовила к показу. Первую сумку, которую я хочу показать, это сумка такая в ретро, я бы сказала, стиле. Вот такой уже устаревшей формы, но мне очень нравится. Во-первых, ретро-предметы какие-то, бижутерия, что-то в этом духе, в духе винтажного какого-то стиля. Мне очень нравится. Эта сумка не простая, это сумка от САК. Она вязаная. И сами ручки тоже из ткани. В общем, она вся полностью из ткани. И дно сумочки вот такое. Интересно, я думаю, что в сочетании со шляпой, с каким-то летним образом, тоже она выглядит, будет актуально. Конечно же, тут у меня есть и маски, и пробники духов какие-то. Ну, как правило, у САК сумок очень такие яркие внутренности. Это радует, несмотря на то, что сама она такая по себе довольно сдержанная. Но, в общем-то, интересная. Да, эту сумочку я уже выгуливала тоже. Она мне нравится, удобная, некрупная. В общем-то, через плечо вполне удобная, легкая. К тому же, она такая мягкая. Я люблю сумки мягкие. И эта вот сумочка мне тоже очень нравится. Как бы все детали, вот эти вот мелкие какие-то моменты, они на самом деле очень приятные. Есть на фурнитуре все маркировки. И, как я уже показывала, вот эта деталь очень тщательно сделана. В общем, когда начинаешь присматриваться к подобного плана вещам, они как бы завлекают, увлекают. С каждым разом все больше и больше. Вот такая вот интересная сумочка. Следующее, что купила буквально в прошлые выходные, это вот такой кошелек. Он никакой не брендовый, никакой без логотипов различных. Но он был абсолютно новый. Приятного такого серебряного оттенка. Вот что это, я не знаю. Ушки это или просто это какой-то декор. Не поняла я на самом деле. Ну, обычный, вместительный. И, скажем, в походах по магазинам вот такие большие кошельки очень удобно. Здесь можно и деньги, карточки, телефон сюда полностью помещается. В общем, удобно в носке. Чисто для функционала купила. И то, что он новенький. Такой приятненький, веселенький кошелечек. Так, сумка. Следующую сумку, которую хочу вам показать, это сумка яркая, летняя. Но я всегда говорю, что на сегодняшний день нет такой градации, как летние аксессуары, зимние аксессуары. Вполне возможно эту сумку выгуливать и зимой, и осенью. Скажу честно так. По-моему, она без... А, нет, есть у нее имя. Стив Лав. Лавель. Показываю, чтобы вам было видно. Маркировка на фурнитуре вся. И это итальянская сумка. Нашла в интернете. Сумки также высокой ценовой категории. И, в общем-то, в отличнейшем состоянии. Она новая. Я думаю, ее не носили. Ремешок вот в самой сумке был. В общем-то, натуральная кожа, яркие оттенки. И сумки эти по цене начинаются, по-моему, от 70 долларов и выше. В отличном состоянии. Все открывается по функционалу. Она тоже очень классная, яркая. Думаю, что вполне образ может сделать запросто. Можно носить ее как клач. Просто вот в руках. Она очень мягкая, такая приятная сумка. Также и можно, конечно, на длинный ремешок. Два больших отделения. Одно отделение с карманом, с логотипом показывала. И кармашки такие. И вот еще центральный карман, еще такой импровизированный. В общем, вот такая вот сумочка на кнопке. Тоже. И эту сумку я еще не выгуливала. Просто не было случая. Цвет, конечно, обязывает. Вот камера очень хорошо передает. Такой прям вот зеленый-зеленый цвет. Немного с голубым подтоном и, в общем-то, холодный-зеленый. И как бы трудность в самом цвете подобрать так, чтобы оттенки совпадали или хорошо гармонировали с баклажановым оттенком. Думаю, хорошо этот цвет будет, естественно, с белыми, с черными тонами тоже хорошо будет. Ну, в общем, как-то нужно обдумать и обыграть эту сумочку. И давайте приступим к разбору одежды. Одежду сегодня подобрала разную. И начну сегодняшний показ одежды с пиджака замшевого. Сейчас покажу вам. Это вот такой замшевый пиджак. Кстати, покупала я его летом, когда даже в секунде бывает распродажа. И он мне достался что-то за 2 доллара, не больше. Это натуральная замша. Очень красивого цвета. Известная компания. Сейчас покажу вам. Где показываю? Где показываю? Идеально сшит, идеально скроен, в идеальном состоянии. Красивый цвет. Вот вы можете подумать, что они сочетаются. Ну, в принципе, можно. Да, вот этот вот пиджак как-то в монохром зеленый обернуть. И с этой сумкой вполне возможно. Натуральная замша, классический крой, отрезная талия, карманы. Все как полагается. Единственный момент. Мне у этого пиджака рукава длинноватый. Но я вот, я по сути, у всей верхней одежды рукава подворачиваю. Мне нравится, когда немного видна щиколотка. Это делает образ более утонченным, более тонким, изящество добавляет. Так что я подворачиваю рукава везде. И, в общем, вот такая классная вещица. Абсолютно довольна, что купила. Размер М. Мой размер. В общем, вот так вот. Еще не надевала, но планирую все-таки я его выгулить. И, в общем-то, конечно, огромное значение иметь то место, где вы живете. Каждая страна имеет свою моду, да, свои какие-то предпочтения. В Америке вот подобный стиль, он считается офисным, он как-то обязывает. Если люди шопятся, по магазинам ходят, где-то отдыхают, то, естественно, они вот в таком виде не появляются. То есть лучше всего, когда это что-то расхлябанное, оверсайз, большего размера, более свободное, более комфортное что-то. Ну, в общем-то, приберегут до лучших каких-то более подходящих времен вот этот жакет, тем более стиль классика. Я не думаю, что в ближайшие 10 лет что-то поменяется в основной линии кроя одежды. Конечно, качество материала при выборе одежды очень важно. Следующую вещицу, которую я хочу вам показать, это рубашка. Обычная рубашка, очень приятная ткань. И я тактильно определяю ткань. Вот это мне понравилось. Я подумала, что а не район ли это. Оказалось, да, это стопроцентный район. Покажу. Кто не знает, район это натуральное шелковое волокно, которое прошло химическую обработку. По сути, тот шелк, который вы можете купить в чистом виде, и там написано, что это силк-шелк, то вот эта ткань, она более прочная, она менее мнется, она не вызывает никаких потертостей, катышков. В общем-то, она более прочная и более комфортная, чем натуральный шелк. Такая рубашка, пуговицы. Да, из магазина Mensis. Это не совсем дорогой магазин, но и не совсем дешевый. Розовые оттенки, классический такой принт-клетка. Задняя полочка занижена. В общем-то, обычная рубашка, вполне себе такая свободная. Можно надевать под ремень, да, можно закатать рукава. Рукав, кстати, вот на такой тонкой манжете. Тоже на пуговицах. Ну, классная тоже рубашечка. С удовольствием, да, купила. И купила я ее тоже в районе 4-3 долларов. Что-то вот так. Следующую вещь покажу. Многие зрители, кто смотрит мой основной канал про уход за кожей лица, видели меня в прямых эфирах и видео вот в этом свитшоте. Да, и спрашивали, что это такое, что это за интересная вещица. На самом деле, это обычная толстовка, но необычность ее. Вот видите, рукав так выполнен. Здесь в стиле пэтчворк. Принт сделан по спинке тоже. Вот такая завлекалочка. Абсолютно ретро вещь, но выглядит очень современно, очень стильно, очень необычно. Сейчас, конечно, в основном девушки, парни и женщины носят все худи, толстовки. Это все в тренде. А эта вот толстовка, да, вот, как говорится, не тут-то было. Она имеет хорошую длину, интересный крой. Вот эти пуговицы как были, так и есть. Я, естественно, их не стала убирать. Очень стильно выглядят. В общем-то, классная вещица. По горловине вот так интересно оформлена. Тоже люблю. Она на самом деле очень теплая, на такой беечке, мягкая, нежная, теплая, комфортная. Люблю подобного плана вещи, мои дорогие друзья. Я всегда покупаю, когда что-то интересненькое нахожу. Напишите, пожалуйста, что понравилось из показанного мной сегодня. Возможно, что-то подобное, похожее у вас тоже в гардеробе есть. И напишите, как вы относитесь к секонд-хендам. Потому что не все люди принимают этот образ шопинга. Но я уверена, что если уж вы смотрите видео о секонд-хендах, так как я люблю смотреть такие тоже видео, то я думаю, что вы со мной на одной волне и поддерживаете меня в этих поисках сокровищ. Я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.